Да, в разделе самое обсуждаемое, конечно же, значится экономическая составляющая. Чтобы обеспечить социальное благополучие, нужно в первую очередь иметь в арсенале сильнейшие экономические рычаги. Механизмы, способные привести числители в соответствии со знаменателями. Обратите внимание, только за последние 6 лет население Узбекистана выросло на 13%. Число промышленных предприятий увеличилось с 45 до 100 тысяч. Соответственно, элементарная потребность в электроэнергии выросла на 35%. Только за предыдущие 3 года в сферу увеличения генерации направлено 8 миллиардов долларов. Прямых инвестиций много? Но, честно сказать, могло быть намного больше. Есть потенциальные инвесторы, но для них самое главное – это тариф на электроэнергию. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что да, это важно, это нужно, но для нас самое важное – это интересы людей. Особенно тех, кто нуждается в социальной поддержке. Читая речь лидера Узбекистана в газетах или в сети интернет, невозможно передать тот эмоциональный порыв, что буквально прослеживался за очередным абзацом программного выступления. Практически после каждого из них руководитель страны коротко и ясно объяснял, почему вот так и не иначе. Рекордно выросли экспортные показатели республики. Однако это отнюдь не предел. Что касается цифр и данных, то они нашли свое достойное место в комментарии нашей программы. Несмотря на все сложности, связанные в частности с пандемией, изменением климата, экономической турбулентностью во всем мире, Узбекистан в последние годы демонстрирует уверенный рост, опираясь на эффективные подходы, прагматичный взгляд и сплоченность народа. И как результат, ВВП страны впервые превысил 80 миллиардов долларов. То есть удается не только сохранить высокие показатели, но и наращивать их, усиливая интерес зарубежных деловых кругов к ведению бизнеса в нашей республике. Которые в этом году напрямую направили в отечественную экономику 8 миллиардов долларов. Что позитивно отразилось и на дальнейшем повышении экспортного потенциала, достигшего отметки в 19 миллиардов долларов. Признаться, такие темпы наблюдаются впервые, что стало возможным благодаря определению конкретных источников и механизмов финансирования масштабных инициатив. А главное, желанию воплотить в жизнь главное. Создать достойные условия для людей, чтобы повышалось качество жизни, доходы каждой семьи, благополучие народа. Но это лишь начало пути к прогрессу. Президент в своем послании Оли Мачлису и народу Узбекистана обозначил приоритетные направления дальнейшего развития. В частности, охвачены инициативы, направленные на решение имеющихся глобальных проблем в экологии, сельском хозяйстве, использовании водных ресурсов. С их учетом на местах ведется планомерная работа. К примеру, в этом году 400 тысячам дыхкан выделили 100 тысяч гектаров посевных площадей, которые дополнительно вырастили полтора миллиона тонн продовольственной продукции. К тому же, свыше 1 миллиона 200 тысяч представителей сельского населения имеют работу и доходы. Данная практика, показавшая свою эффективность, будет продолжена и в следующем году. В 2023 году мы выделим населению дополнительно еще 100 тысяч гектаров орошаемых посевных площадей. За счет этого будет создано порядка 350 тысяч новых дыхканских хозяйств. Если обратите внимание на эту цифру, мы сумеем превратить эти все 750 тысяч дыхканских хозяйств в субъекты предпринимательства, настоящих собственников земли. Будут решены многие социальные проблемы на селе. В первую очередь, это безработица и бедность. Климатические условия меняются с каждым годом. Преподносят новые сюрпризы для земледельцев, которые стараются корректировать свой труд так, чтобы влияние такого природного дискомфорта на конечный результат был минимальным. Здесь и передовые технологии, и последние достижения науки – инновации. Вкупе со всесторонней государственной поддержкой все это позволяет не только сохранять равновесие, но и расти ускоренными темпами, осваивать новые направления – рынки. Немало трудностей создает и маловодие, что требует кардинального реформирования системы управления водными ресурсами. Намечается внедрить прозрачную систему учета воды. В ближайшие три года охватить цифровизацию около 13 тысяч объектов водного хозяйства. Продолжится работа по модернизации и переходу на альтернативные источники энергии. На основе государственно-частного партнерства подобные мероприятия коснутся 16 крупных насосных станций. Для этого часть поступления от налогов направлена на развитие ирегации в районах и на бетонирование рыков и каналов. Усиливается требование к охране природных ресурсов, в том числе водоемов и охране окружающей среды. Бережные отношения к природе, сохранение чистой воды, воздуха и окружающей среды должны стать реальной заботой каждой жители нашей Махалии. Нам нужно активизировать свои усилия в сфере экологии и охраны окружающей среды. В частности, работа в рамках общенационального проекта «Яшель Макуан». Предприниматели инвестиции. Они всегда в центре внимания, что нашло свое отражение в пятом приоритетном направлении послания президента. Подчеркивается, что особое место в Конституции должны занять внедрение механизмов свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции и неприкосновенности частной собственности, поддержка предпринимательства. Эти четыре момента, которые в этом направлении выделены как основные, они способствуют развитию бизнеса, развитию экономики, созданию рабочих мест. А это впрямую связано с благосостоянием населения. Чем мы больше будем заботиться о текущем бизнесе, тем больше это будет положительным сигналом для иностранных инвестиций. По сферам местной промышленности будет реализовано ряд системных поддержек бизнеса. Например, мы в Самарканде планируем создать центр ювелиров, привлекая оттуда на льготных условиях местных предпринимателей, работающих в производстве ювелирных изделий. А рынок достаточно большой. В рамках республики она обозначена в объеме 300 миллионов долларов. И особо здесь мы хотим обратить внимание национальным ювелирным изделиям, на которых спрос среди туристов, особенно иностранных, очень большой. Продолжающиеся реформы требуют дальнейшего совершенствования деятельности, максимально эффективно используя все имеющиеся возможности. Главное, чтобы представители бизнес-структур, пользуясь ими, могли развиваться, повышать свои экономические показатели. И здесь каждая территория имеет свои специфику условия. Потому акцент будет сделан на снижении экономического неравенства между регионами и сбалансированному развитию всех районов и городов. Начиная со следующего года, районы и города, исходя из существующих условий, потенциалы и возможностей, будут разделены на пять категорий. Так, 26 развитых в плане предпринимательства районов будут относиться к первой, самой высшей категории. 46 районов с хорошей инфраструктурой ко второй категории. 76 районов с относительно удовлетворительными условиями к третьей категории. 40 районов не очень привлекательных для бизнеса к четвертой категории. 20 районов с трудными условиями к пятой категории. Таким образом, курс экономического развития района будет определяться в зависимости от его категории. Также в зависимости от категории предпринимателям будут выделяться субсидии, кредиты и компенсации. А налоговые ставки будут дифференцированными. Я считаю это справедливо. Это своего рода фундамент для развития. К примеру, для 20 районов с трудными условиями пятой категории ставка налога с оборота, налога на прибыль и социального налога будет установлена в размере 1%. Не прерывается работа по снижению налогового времени на бизнес. При этом расходы бюджета не сокращаются. Все это делается для того, чтобы среда инвестиционная не теряла своей привлекательности и создавала еще больше условий для предпринимателей. Так, с 1 января будущего года ставка налога на добавленную стоимость снижается с 15 до 12%. А значит, предприниматели будут оставлять в своем распоряжении не менее 14 триллионов сумм в год, которые можно направлять на дальнейшее расширение деятельности и реализацию новых перспективных проектов с открытием дополнительных рабочих мест. Тем не менее, сказать, что решены вопросы с полным устранением административного давления на субъекты предпринимательства нельзя. Потому в 2023-м деятельность контролирующих, лицензирующих и разрешительных органов будет вновь критически рассмотрена. Да, растет не только население, но и экономика, требующая соответствующие энергетические подпитки. За последние 6 лет население страны увеличилось на 13%, количество промышленных предприятий 45 тысяч до 100 тысяч, а потребность в электроэнергии минимум на 35%. За последние 3 года в сферу было направлено 8 миллиардов долларов прямых инвестиций. С начала года сданы в эксплуатацию 7 электростанций мощностью 1500 мегаватт. Один из таких проектов реализован и в Харизмской области. В текущем году в экономике Харизмской области происходят большие изменения. Привлечены новые инвестиции. Турецкая компания реализовала проект по строительству теплоэлектростанций мощностью 174 мегаватт. Это, можно сказать, стало большим событием в преддверии Нового года. Вместе с этим в целях дальнейшего совершенствования энергетической сферы, как отметил руководитель страны, в Харизмск, Бухарск и на Манганской областях будут реализованы проекты по созданию солнечных электростанций. В результате мы получим дополнительно 500 мегаватт. В стране принимаются необходимые меры по обеспечению устойчивого развития экономики. В частности, посредством привлечения инвестиций в сферу энергетики в размере 25-30 миллиардов долларов. В следующем году намечается завершить еще 11 крупных проектов мощностью 4,5 тысячи мегаватт. В частности, в Бухарской, Джизакской, Кашкадаринской, Новоиской, Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях возведут солнечные и ветровые электростанции, которые дополнительно будут вырабатывать 14 миллиардов киловатт электроэнергии, что увеличит подачу ресурса населению на 50%. Многие экономисты предлагают перейти к свободному рынку в сфере энергетики. Это верный путь. Я тоже этого хочу. Но мы должны думать о том, каков у нас доход на душу населения. Почему мы с первого дня выделяем кредиты, чтобы в каждом доме развивать предпринимательство, создаем возможности? Мы меняем уровень дохода на душу населения. А если мы сейчас будем продавать энергию по рыночным ценам, откуда они возьмут средства? Завтра людям будет очень сложно. Потому, увеличив доход на душу населения и при этом думая о социальной защите, мы будем проводить реформы в энергетике не спеша, поэтапно. Самый главный вопрос – это эффективное использование энергоресурсов. Расход энергии в нашей экономике в два раза выше, чем в других странах. Почему? Потому что оборудование старое. Пользуясь возможностью, я хочу сказать, что мы не будем принимать решения в спешке. Мы 7 раз отмерим, сделаем так, чтобы люди были довольны. И, конечно же, мы должны понимать, что переход к свободному рынку в этом плане просто необходим. Мы перейдем на справедливый путь. Мы создадим основу для продолжения нашего пути, для стабильности завтрашнего дня и наших реформ. Потому, для повышения энергоэффективности, мы примем новую национальную программу. Что же касается инвестиций, определяющих шестое приоритетное направление, то за последние шесть лет приток капитала увеличился до уровня, превышающего 30% ВВП. В следующем году будут переведены в практическую плоскость более 300 проектов общей стоимостью 8 миллиардов долларов. Начнется реализация еще 40 новых крупных проектов. Мы разработали конкретные планы и программы по ускорению в 2023 году внешнеэкономической политики, созданию условий для привлечения инвестиций и поощрению экспорта. В следующем году в нашу экономику будут привлечены 30 миллиардов долларов инвестиций. Вместе с этим будут освоены прямые иностранные инвестиции и кредиты в размере 13 миллиардов 200 миллионов долларов. Также на особый контроль взяты вопросы развития инфраструктуры и промышленности в регионах. В результате реализации крупных проектов в год будет производиться продукция на сумму 112 триллионов сумм. Такие перспективные решения будут воплощаться в жизнь в каждой отрасли. Например, в текстильной промышленности намечается запустить в следующем году 562 проекта, а в стройиндустрии 750, что увеличит также и объемы экспорта. Государство будет последовательно обеспечивать привлекательность экспортоориентированных производств и экспортеров Республики Узбекистан, а именно продолжит политику по поддержке с точки зрения налоговых преференций. Конечно же, будет продолжена очень важная политика по субсидированию транспортных расходов, что очень важно и серьезно помогает национальным экспортерам в конкурентной борьбе на внешних рынках. Важнейшим показателем, безусловно, результативности и успешности этой политики предыдущего года, то, что буквально в последние годы количество экспортеров увеличилось на 2000, сегодня дополнительные 2000 компаний и предприятий Узбекистана впервые вышли на международные внешние рынки. В 2023 усилия будут направлены на увеличение экспорта готовой продукции на 4 миллиарда долларов. В целом его объем впервые в истории нашей страны превысит 23 миллиарда долларов. Хочу сказать депутатам и сенаторам, активистам Махали, организации ветеранов, женщин и молодежи, всему нашему народу, мы должны дорожить нашей мирной и спокойной жизнью, как бесценным наивысшим достоянием. Беречь ее во имя счастья и будущих наших семей, детей и новых поколений, как бы это ни было сложно. Мы должны беречь и охранять мир и спокойствие. И ради этого мы все должны быть мобилизованными. Глава государства обозначил, безусловно, обеспечение необходимого парламентского контроля, парламентского мониторинга за непосредственно обеспечением практической реализации задач, которые в конечном итоге направлены на повышение уровня жизни, решение насущных проблем населения и создание необходимой социально-экономической и правовой базы для последующего развития. Задачи амбициозные, но они прибавляют сил, консолидируют общество, которое развивается, повышает благополучие, раскрывая потенциал каждого, всего государства, еще раз подчеркивая реалии сегодняшнего дня, когда кропотливый и самоотверженный труд помогает преодолевать даже самый сложный путь.